Здравствуйте. В двух словах просто расскажем. Мы вчера имели честь поучаствовать в служении, в палаточном служении в Геллиционном в Шумине. Очень классное время. И то, о чем сегодня вот проповеди такие сильные, да, мясистые такие, надо будет долго переваривать. Вот. Но слава Богу, это уже исполняется, и Господь, Он действует в нас и через нас. И в начале недели мне написал неожиданно мой товарищ из Краснодара, что он приедет и хочет пообщаться. Они приехали вместе с Софией. Она отвечает за евангелизационное служение в Софии. Она болгарка. И мы пообщались, познакомились. И они сказали, что будет проходить это мероприятие. Я написал в чат. И знаете, когда мы принимаем решение что-то делать, приходит обеспечение. Вот, слава Богу, у церкви есть уже и транспорт. Церковь благословила транспортом, финансами на дорогу. Собралась команда. Вот мы с семьей. Саша вызвался быть водителем и сопровождающим охраной. Саша вызвалась послужить. И знаете, было классное время на самом деле. И Людочка исполнила несколько песен. Даже я запел там. И вы знаете, мы увидели, что нас Бог туда реально выслал такой десант. И мы послужили, поучаствовали с ними. И люди приняли Христа. И со своей стороны я скажу, что вот был для меня удивительный такой момент. Сейчас ребята в двух словах тоже кто поделится. Я сидел уже, два служения было, и второе молодежное. И сидел, и была группа молодежи, четыре человека. Я думал, они, если честно, верующие. Но потом они раз, как раз перед историей жизни свидетельство должно было быть, да, и призыв к покаянию. Они встали и ушли. Ну, меня же Господь для этого послал туда. Я такой помолился, как ушли. Я встал и за ними. Они на остановке сидят уже, покуривают там. И я подсел к ним, и те десять предложений по-болгарски, которые Господь мне дал, я их использовал. Дух Святой действовал. Я им рассказал, что у меня были проблемы с наркотиками. Они сразу такие, и у нас такие же проблемы. И, в общем, мы с ними молились, они приняли Христа, мы обратились к Богу. Я потом с одним я отдельно говорю, что ты хочешь от Бога? Он говорит, хочу свободу получить от Бога. Мы молились отдельно, обменялись контактами. И я знаю, что вот для этого в том числе нас туда Господь отправил. И исполняется уже призвание, и исполняется миссия здесь, в Болгарии. И мы для того, чтобы на самом деле эта Болгария изменилась. И я со своей стороны скажу, что когда меня Господь призвал к себе вот там в двухтысячных годах, да, в начале, Беларусь была другой. Когда мы уезжали сюда, Беларусь изменилась фантастически. И духовно, и видимо. И когда мы приехали сюда, я увидел то, о чем говорила Наталья, в каком состоянии Болгария. Я просто сразу понял, для чего мы сюда приехали. Для того, чтобы Болгария изменилась. Для того, чтобы когда, если мы поедем дальше, мы будем уже уезжать, и здесь уже будут не развалены. Здесь уже будет процветающая, знаете, не пустыня, а цветущие сады. И прежде всего духовно словом работать, прежде всего сеять Евангелие. И еще что хочу сказать, что без любви ничего не будет. То есть вот почему христиан узнают, что мы христиане. Потому что там, где мы, там любовь. То, о чем говорила Наталья, там чисто, убрано, там другие взаимоотношения. И почему мы вчера поехали из любви, прежде всего, к Христу, и из любви к этим людям, к благословенной нации, к болгарам, которые чуть-чуть, может быть, утратили эту любовь к Христа. И мы для того, чтобы вернуть им. Слава Богу. Добрый день, церковь. Я за себя могу сказать, что от этой поездки особо ничего не ожидал. Но думаю, поеду с нашими ребятами, девчатами, послужу водителем. Но в ходе поездки, уже когда мы приехали, там называется палатка чудес. То есть, там все серьезно произошло. Я даже на сцену выходил, свидетельствовал. Ну, это для меня редкость. Можно сказать, тоже маленькое чудо. И мы очень органично туда влились, в этот фестиваль. Потому что практически наша команда, единственная, ну, о Христе мы доносили людям весть. То есть, свидетельствами, песнями. Если их команды, в основном, это была развлекательная часть программы наша, именно мы об Иисусе свидетельствовали. То есть, я считаю, что мы не зря съездили. То есть, без нас этот фестиваль бы был такой какой-то, вяленький. Да, мне тоже очень понравилась эта поездка, слава Богу. И я, несколько моментов таких было, что я увидела, что мы в одном духе двигаемся, что Бог реально действует через нас. Когда мы на первом служении послужили, и потом был перерыв, и после перерыва должно было быть молодежное служение. И ко мне подошли, сказали, ну, расскажешь свою историю? Я говорю, ну, да, конечно, давайте. Потому что на первой части Людмила рассказывала историю, и коротко Андрей поделился. Вот, и потом на второе служение, на молодежное, говорят, давай ты. Я говорю, хорошо. И перед самым началом служения Люда ко мне подходит и говорит, слушай, а может пусть Андрей расскажет, потому что вон сидят молодые ребята, а они, мне кажется, они неверующие, может пусть лучше мужская история прозвучит. А я так посмотрела, говорю, да они, они верующие, они тут целый день торчат. Ну, я подумала, это свои кто-то из церкви. И потом они собираются и уходят, и Андрею Бог проговаривает, иди за ними. То есть они оказались неверующие, и Андрей пошел, рассказал им свою историю. То есть Бог так все чудно усмотрел. Ну, еще один момент был, потом поделюсь, да, Саша? Да, ну и вообще, в принципе, мне очень понравился формат служения, потому что сначала были песни, было все так здорово. Людмила рассказала свою историю, потом опять песни. В общем, и потом вышел вот этот Андрей, который пригласил нас туда, и он начал проповедовать. Но я впервые такое слышала, когда проповедь была просто свидетельство, свидетельство, свидетельство. Потом коротенькая проповедь, но настолько вот простым языком, вот, ну, такое прям вот для каждого человека. Потом опять свидетельство, потом опять коротко такая проповедь. Вот, ну, мне очень понравился этот формат, настолько все по-простому, что очень много людей покаялось, да, и получили исцеление, выходили на сцену, свидетельствовали о своих чудесах, о исцелении, которое произошло. Вот, это было очень круто, слава Богу. Слава Богу, что была возможность поехать, потому что главный организатор вот таких мероприятий палаточного служения это Евгений Гуренович, он белорус из Минска, из церкви Иисуса Христа, брат, с которым, ну, мы вместе и служили, и который у нас отвечает за вингализацию в Беларуси. И вот он как бы уже много лет в этом служении, и когда я приехала, мне сразу дали телефон этой Софии, ну, два года назад. И сказали, ну, вы подключайтесь, вы же белорусы, вы же братья, должны вместе друг другу помогать. Ну, как-то не было возможности. И так Бог все сложил, и мне дали этот телефон Софии, а у нее уже записан мой номер еще два года назад. Он говорит, о, ну вот, теперь через твоего мужа мы и встретились, теперь вы и послужите, наконец-то. Мы говорим, ну да, значит, вот Бог собрал команду, и мы приехали, и слава Богу, что были полезными, и приобрели опыт, и послужили, и чудеса получили. Еще одно важное, что они делают, они объединяют церкви. И они говорят, что там в Шумине в тот момент были две церкви, которые судились даже на тот момент. И они говорят, когда мы приехали, у них суд уже несколько лет, они вообще даже видеть друг друга не хотели. И они начали взаимодействовать. И это очень важно, то, к чему мы тоже призваны, чтобы объединять. Я знаю, что Геннадий с Натальей тоже это делают. То есть, знаете, мы должны быть все в единстве. Мы проводим, допустим, ингредиционные ужины, и мы всегда рады, кто может участвовать, участвуйте. То есть, естественно, нужна подготовка к этому и так далее, но мы призваны, чтобы быть едины. То есть мы, царство, оно не может разделяться внутри себя, оно должно объединяться, поэтому мы за это. Еще дополню, вот то, что мы имеем просто опыт такой, вот в служении, ужинов, да, мы можем рассказать свою историю и за три минуты, и за десять, и за пятнадцать, и за одну. И призвать к покаянию. И когда мы вот такие приехали, давайте мы сейчас тут, мы и спели, и призвали, и свидетельствовали, и такие, о, вы даете, и я, и Саша, и Андрей. То есть, ну, мы готовы, мы приехали, нас не надо было учить, или вот они, может быть, боялись, а как же мы вот все это проведем. То есть, слава Богу, что у нас есть такое служение, у нас куда не пошли, мы готовы. Мы такие, а вам, а хотите мы? Мы такие приехали, ну, спойте там пару песен, ну, таких не про Бога. А я говорю, а можно засвидетельствовать и к покаянию призвать? Да. Я говорю, ну, то есть, слава Богу, что, ну, наша церковь, да, она имеет такую возможность обучаться и вот идти служить. И мы даже можем быть примером для других церквей болгарских, да, которые вдохновляются, видя пример с других стран, как люди приезжают, евангелизируют. Поэтому, ну, за все, слава Богу, мы вообще только инструменты в его руках и благодарны за то, что мы можем быть этими семенами, да, этой закваской. Слава Богу. Аминь.